друзья 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 новая лекция на великолепных античных руинах формат этот неожиданно для меня полюбился очень многими отзывов всегда невероятно много начиная с первой лекции с хатус и потом когда мы с вами по разным местам путешествовали и были такие вот именно лекционного плана форматы потом мы с вами читали и продолжим еще якобы манилович голосов кира и его замечательнейший труд сказания титанах но сегодня мы среди вот этих колоссов на древней древнейшие наверное земле земле преданий о ветхозаветных исполинах мы с вами тем это вообще живая невероятно живая невероятно острые со множеством спекуляций со множеством объективных каких-то и как объективных объективности в этой теме очень сложно следовать потому что с одной стороны мы имеем только мифологические предания с другой стороны мы имеем реальные артефакты и вот об этих артефактах это непосредственно земля тех кого называли нефилимами или рефаимами в ветхом завете и так царство аман а мы сегодня в царам он точнее а мы сегодня в аммане город один из редких немногих древних городов которые спустя тысячи лет сохранил свое название поменяв одну букву аммон на амман на амман на амман да было образовано семитским народом амманитянами родственными древней родственным древним израильтянам они не автохтоны то есть не коренные племена они пришли сюда а мы поговорим из-за из-за иордании то есть с той стороны реки иордан и пришли я в том числе из-за иордания и со стороны аравии аравийской пустыни примерно это у нас третье тысячелетие то есть четыре тысячи лет ну пять четыре с половиной пять тысяч лет назад можно их провести аналог и хетты они тоже пришли они писали мы пришли в землю хоть и мы нашли в земле хоть и те древние руины так вот и пришли аммониты их иногда называют здесь вот на версии английский или испанский тут много очень испанцев приезжает не знаю какая связь но приезжает правда очень много везде слушаю испанскую речь так вот они говорят прям а мы извините аммониты аммониты я немножко простыл мне точнее просто насморк от кондиционеров поэтому чуть-чуть периодически буду покашливать в уши меня не броните давайте обратимся но и писание древ ветхий завет ветхий завет говорит нам о том что кстати земли были изгнаны из полины рифаима давайте обратимся к старозаконию когда же перевелись все ходящие на войну и вымерли из среды народа тогда сказал мне господь говоря ты проходишь ныне мимо пределов муава муав страна муав или аммон это вот эта земля земля ханаан в том числе которая именовалась у который именно умеется в писании землей ханаанской это иордания это ливан который мы недавно посещали это само собой сам израиль это палестинская национальной администрации много кто мимо араб и приблизился к аммонитянам не вступай с ними во вражду и не начинай с ними войны ибо я не дам тебе ничего от земли сынов аммоновых во владение потому что я отдал ее во владение сынам лотовым а вот вы помните племянника врама брат его умер а врам взял его себе странствовать и разделил между ним и своими братьями со своими сыновьями имущество и он тоже предводили целого народа и считается он праведником но в писании и она считается эта земля которую отдает вот у земля аммонитян и она считалась землею рефаимов прежде жили на ней рефаимы аммонитяне же называет их замзу мимами народ великий многочисленный и высокий как сны и на кого илья на кого до и на кого и истребил их господь пред лицем их и изгнали они их и поселились на месте их и так кто-то некий ну вот это вот в ветхозаветный истребляющий которого и яхве да ветхозаветный призыватель к уничтожению целых народов то что очень много в ветхом завете такого при просто кроме как геноцида призву геноцида не назовешь у меня простите но это объективно так читали же все и андрей юрьевич скляров великолепнейшая по этому поводу книгу исследования выпустил очень хорошо это обосновал столицей царства был город раббат амон или рабба по-разному назывался он в разное время а сейчас это вот столица иорданского хашемитского королевства фрагмент бытия давайте перейдем непосредственно кто же к тому кто же такие эти рефаимы фрагмент бытия книги бытия конечно шестой главы говорит он относится к числу неясных ну что значит неясных то есть не знают как к нему отнестись выкинуть его не могут потому что он один из древнейших и он в разных том числе в апокрифах в разных пересказах в разных вариантах он вот везде был поэтому его не выбросили выбросили бы в одном в другом все равно остался но он относится к числу неясным и всякое толкование носит такой вероятностный характер мы тоже с вами подойдем когда говорим о рефаимах именно к вероятностям в русском синодальном переводе обратимся именно к нему сказано так стихи 2 и 4 переведены следующим образом тогда сыны божии увидели дочерей человеческих что они красивы и брали себе в жены какую кто избрал в то время были на земле исполины нефилимы особенно же с того времени как сыны божии стали входить к дочерям человеческим и они стали рождать им это сильные издревле издревле славные люди начинается с того что эти исполины славные и сильные люди закончатся потом что их пора бы уничтожать ну таково таково текст описания мы сейчас переместимся здесь становится немножко шумно переместимся с другой стороны этого так называемого храма геракла который ни разу не геракла я уже это на канале показал давайте пройдем и продолжим рассуждение наше исследование о рафаимах поменяли локацию как я это часто делаю на античных руинах мы внутри так называемого храма геркулеса который ни разу конечно не геркулес тут нашли два фрагмента фрагмент то ли локтя то ли колено огромный статуя должна быть и фрагмент пальцев статуя должна быть 14 метров как вот эти колонны то есть вровень высоту этих огромных колоссальных как мы говорим от слова колосс колонн и так сыны божьи брали себе в зон в жены жен человеческих в книге чисел 13 главе напуганные разведчики когда они вернулись от осмотр земли обетованных посылает здесь проверить все ли тут в порядке они сообщают там видели мы из и исполинов от исполинского рода и мы были в глазах наших как саранча такими же были мы и в глазах их вспомним и якобы не якобы мы научи голосовки вспомним но профессора торопова и он в исследованиях о пиранезе в своем труде в предисловии к гравюрам пиранезе в тридцать девятом году 1930 году напишет муравьем ощущает себя человек среди этой архитектуры гигантов люблю повторять эту фразу часто мы и озвучиваем так вот что значит муравьем вот здесь в данном случае сравниваем саранчой те огромные пальцы посмотрите на канале видео уже каменные пальцы несколько фрагментов там три пальца вот так вот руки не действительно по минного своей ладони могли поместить человека и он будет размером применительно к такому к среднему крупному нас но насекомым вот не случайно и в писании сравнивается мы как саранча пред ними далее сыны енаковы и сравнимые с ними по рослости потомки рода рефаимов упоминается в писании неоднократно 25 раз рефаима рефаимах в значении исполины говорится в писании но слово нефилим ни разу больше к ним не применяется только дважды повторилось и все поэтому мы будем с вами в нашем исследовании нашей лекции использовать термин рефаимы более нам привычны тем более что именно рефаимов изгоняли отсюда точнее уже пришли когда прошло прошла битва богов и рефаимов за уже здесь прошло я накину немного капюшон с вашего позволения такой ветерок не очень приятные немножечко простывший от кондиционеров но слова нефилим так ни разу не употребляется мы это сказали так что из текста значение слова нефилим все-таки установить сложно вот рефаима это исполины гиганты они везде упасть они вы везде употребляются ряд словарей указывает что на фау от слова упасть и мы возвратимся к этому потому что вспомните например падшие ангелы до упавшие потом когда будем говорить об античности капли крови кро урана упали и из них возникли исполины опять слова падший и упавший это все однокоренные слова и значение у них упасть не только в моральном ком-то плане падший ангел а в прямом физическом плане сюда упавшие когда мы не говорим о теориях палевого контакта то модная такая версия популярная о том что действительно и были падения инопланетные сюда и если мы будем этот термин в прямом значении падший как упавший использовать то может быть и контекст приобретет несколько кино но это опять же говорю множество версий которые я озвучивают совсем одиозных с одной стороны до религиозных таких глубочайших на тесто к на текстах исключительно мифов или там ветхого завета основанных что же собственно что сынов божиих бен элохим звучит это то кто-то склонен рассматривать не смогли на досмотр версии инопланетян я уже сказал или даже полу богов греческого пантеона хотя именно дети бога и дочери сыны бога и дочери человеческие рождали полу богов именно эта тема в античности широко использована не вот здесь в храме полу бога от наверно главнейшего полу бога гераклеса геркулеса геракла этого удивительного по своей жестокости безумие агрессии и функции потому что это не жажда крови это функция он был создан чтобы уничтожать титанов и целый титанический народ и все рассматривают но можно выделить и традиционные толкования текста именно в библейском библейские толкования у каждого есть определенная авторитетная поддержка от отцов церкви исторически и мы сейчас их и представим это переместимся еще поменяем несколько с вами места локацию потому как что было поинтереснее чтобы вы еще увидели посмотрели друзья мои ну и конечно впечатлились насладились этим удивительнейшим из холмов холмов аммана так бай-бай так смотрите внимательно на моем меня на заднем плане вот там позади меня великолепные капители я к ним не лезу потому как сейчас я распутаю заодно и сразу будут друзья мои говорите что-то один снимаю все поэтому нет возможности какой такой вот помощи позади вот там в огромнейший капители капители чуть поменьше чем в бальбеке ну так на процентов на где-то 25 на 30 наверное процентов меньше но тоже очень большие вот я стою рядом с этими же огромными колоннами не более чем был конечно бальбек если у нас мы берем размер 20 метров то это у нас 14 метровой высоты не колонны ну как раз вот та пропорция та четвертинка мы можем ее убрать что нисколько не умаляет размеров давайте продолжим мы говорили о трех версиях откуда все-таки кто такие те рефаимы на ветхозаветные которые автохтоны на этой древней земле до того как пришли сюда аммонитяне и стало это царство аммонитским а именно первый вариант у нас это сын божий то есть это падшие ангелы я уже озвучивал сыны имеется ввиду те кто непосредственно пал и кто оказался на земле а у нас очень много по этому поводу споров с одной стороны имеют вообще дискуссивные не только у нас а именно вот в теме этой вокруг этой темы падших ангелов воспринимать их негативно назначили воспринимать их все-таки в некотором роде как посланных не падших заброшенных но сюда пришедших более сознательно затем толкованием стоит конечно авторитет равванистических учений эллинского периода можем тоже вспомнить о нем я несомненно что думаю что вы сразу угадали кто в том числе обращающиеся книги еноха это иосиф флавий это у нас тридцатые трехсот извините год до нашей эры и влиянию этого термина нефилим как исполины мы в том числе иосифу фавию и обязаны сейчас я поменяю дальше какой-то материал потому что мне нужно много цитировать здесь так вот он пишет у нас 30 год до нашей эры напишет что много ангелов вступила в связь с женщинами и от этого произошло поколение людей надменных полагавшихся на свою физическую силу и потому презиравших все хорошее ну как трактовки как всегда уже совершенно религиозные смешанные так они оправдывающие уничтожение что значит презиравших все хорошее это не объективное восприятие правда что значит презиравших все хорошее я вот наверное за колонны этой толком и не заметен если они другие то это не значит что их сразу нужно хайд но оправдать уничтожение одних и других народов как раз можно прежде объявив их совершенно врагом всего хорошего а потом уже объяснить почему ты их уничтожаешь нечто подобное позволяли себе известные под греческим преданием гиганты вот сравнение здесь как раз с эллинской мифологии напрямую идет теогонию гесиода и сразу уже мы говорим у нас говорится что титаны вот они все дети земли вот они все вредили исключительно человечество поэтому античные благородные боги их уничтожили но благородный конечно ерничаю потому как никакого благородства в этих насильниках античные мифы античной мифологии это мифология описание этих как раз извините сверхсущественных насильников убийц исключительно агрессивных вероломных и поправших попиравших регулярно человечность и человеческое и самих людей в соответствии с преданием на которые ссылается иосиф фави историк гиганты восставшие против бога совместно с титанами это если мы совмещаем версии он же анти эллинского периода были рождены богиней землей геи от упавших на землю капель крови бога неба урана и так капли крови упали и появились вот эти исполины опять вновь слово падший у нас 100 там помните кронос его оскопил чтобы он больше не рождал но вот считается что от этого скопления капли крови на 5 кровь это генетический материал как уже деградировавшие сознание как после катастрофы как оно могло объяснять конечно но именно объяснили копии капли крови потому что стоит что-то маленькое здесь данном случае можно трактовать и как генетический материал и так а мы продолжаем и так падшие ангелы с одной стороны с другой стороны упавшие капли крови павшие сыны бога упавшие капли крови из них рождаются у нас эти гиганты тик титан хронос их оскопил его и точнее скопил до огесиода как мы помним в те агонии и тут мы напрямую подходим гигантам хотя гиганты предположительные были исполинского роста но само название означало не огромное что-то не колоссы а как раз порождение земли дети земли не случайно якова мы лучше постоянно к этому обращается и так где у нас как например колизей тоже исказилась колоссеум колизей а вообще амфитеатр флавиев а мы стрельг колизей сокращенно от слова огромный грудь около огромного угол огромного у колоссеума за стали колизей 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 все амфитеатр фави так и здесь где земля генау рождать гегенау гиганты рожденной землей под влиянием представления нефилимах как о детях рожденных женщинами от ангелов составители уже греческого перевода ветхого завета септугианта он назывался я все любуюсь смотрю сейчас я все-таки вам друзья перенесу камеру по-другому и поставлю чтобы вы видели давайте немножко народу чуть меньше становится вечерами уже правда тут наверно сейчас закат поедут встречи приедут встречать здесь еще можно на холме амана встречать закат вот мне хорошо подходить не надо там люди ходят и вы сможете увидеть насколько же это огромный колоссальный и мы употребляли мы уже сегодня это слово колоссеум только что я его сказал сооружение вот фрагменты этого античного опять же храма храма по форме друзья продолжаем так вот и составитель септугианта греческого перевода ветхого завета использовали именно понятное грекоязычному читателю слова из титана маха титана махии конечно когда они мифологии самих эллинов когда речь идет означает плод богоборческого союза небесных и земных существ то есть кто-то против опять же против тех олимпийцев если мы возьмем античную мифологию и против навец ветхозаветного бога когда мы говорим о когда мы будем говорить уже применительно к текстам ветхого завета как видно из проведенного выше мы говорили речь об трактовке иосифа флавия замечание его уже в поздних варианциях акцент делается на характере а не на размерах тех о ком предположительно говорится то есть становится обличается что-то неплохие плохие плохие такие сики пятые десятые и столько всего совершили и не что-то не почитает и людям то вредят поэтому их надо уничтожить точнее поэтому они были уничтожены симптаги анти же опять же в эллинском переводе греческом переводе ветхого завета терми гигант из перекочевал вульгат латинский перевод ветхого завета заложив тем самым уже традиционное толкование нефилим рифа им как гигант современном значении слова а изначально это у нас те самые титаны которые именуются в античных мифах дети земли г г нау г г нау сторонники понимания ценов божьих как ангелов ссылается на известные случаи именно такого употребления вот этого понятия в более архаичных текстах именно по этой причине выбросить такие фрагменты и не могли никаким образом они можете рады были выбросить уже почистить их но в разных источниках слишком много везде не вычистить поэтому как-то предпочли эту тему не озвучивать сейчас надеюсь очень много спекуляций мы пойдемте переместимся немного еще в другое место вдоль обойдем этого удивительного храма удивительно конечно так вот перемещаться сейчас друзья поправлю чуть шнуры среди этих действительно древних камней и так первую версию мы рассмотрели это падшие ангелы второе вторая версия кто же такие эти и фрифаимы исполины версии больше на имеют утре принятых сегодня в трактовках ветхого завета и так в трактовках библии сыны божьи вторая версия это сыны божьи потомки благочестивого сифа в то время как дочери человеческие происходит от неправедного каина такое понимание предложенные было ранне христианским богословом и историком юлием африканом это 1180 извините год до нашей эры с низко и у нашей конечно же эры уже второй век с низкал поддержку авторитетных отцов церкви тут же например и анзва то уст августин блаженный все это первые века это четвертый век нашей эры поддержали ту же трактовку однако точка зрения имея менее подтверждена текстами писания мы все-таки обращаемся к писанию как тексту ссылаясь на определенный авторитет этих этих книг потому что в библии множество книг и с одной стороны нет никаких запретов на брачные союзы между сифитами каинитами то есть потомками сифа и потомками каина и в писании не устанавливалась другой стороны писание однозначно говорит что все потомки отдала адама в равной степени виновны до пред богом то есть он совершил грехопадение дам с его они совершили и все и все виновны в том числе и сиф и каин и природу у наследовали греховно одинаково но это по бытию на тоже такое тело теософское значение нужно также понимать что принимать во внимание что не все потомки каина были безбожниками они тоже давали своим детям благочестивый благочестивые имена михаэль господь меня животворит мафусаил мафуса мафуса и муж молитвы но и скажем происходящего от сифа братья и сестры ноя тоже были неправедные погибли в водах потопа но и же не взял примите когда мы вот эта тема потопа она тоже впереди я подготовлю и свой вариант сколько об этом не говорили свой вариант вариант лекции об этом но мы с вами должны друзья мои очень хорошо понимать что но и вот по писанию он взял немного даже родственников своих туда в ковчег не взял скорее всего да были неправильные погибли и погибли неясно также почему браки заключались только между мужчинами сифитами и женщинами каинитами но не заключались наоборот если праведные мужчины то с какой стати они были встречи уступали в семейные узы отношения с порочными женщинами ну то есть такое вот как противоречиво исключающее но вспомним исследование великого посвященного и гениального писателя ивана алексеевича бунина когда он напишет исследовав сирийские предания к бальбек исследует бальбек бальбек воздвиг в безумии каин и у него такое рот приходит помните до стихотворение вдохновившись этим написала каине как и гиганте как об исполине рот приходит рот уходит а земля пребывает вовек нет он строит возводит храм бессмертных племен бальбек и там есть тоже и глаза великана красной кровью свирепо горят и долины ливана под великою ношей гудят много сказано где прямо пишет наш гениальный автор он напишет что к назовет каина гигантом ну и бальбек про бальбек вообще ливан понимаете это здесь это вот буквально полторы сотни километров уже и начнется ну чуть больше примерно в двух ну то есть в расстоянии небольшие бальбек он тоже здесь недалеко у нас сравнительно это одна земля ханаанская она сейчас географически разделена она была зиму названа в писании одной единой землей землей этих гигантов и когда иван алексеевич бунин смотря на ливанские горы и смотря на бальбек напишет и не только на бальбек но на другие объекты древние он напишет что эти горы как будто с другой более старой планеты и дальше уточнение с другой планеты и все памятники их их вот этих древних создателей третью версию предлагаю еще немножко куда-нибудь подвинуться и посмотреть обсудите третью версию проговорить потому что на лекции такого формата у нас я думаю что около часа никогда же не знаешь сколько проговоришь лекции но около часа я думаю мы ее попишем запись идет самое главное чтоб шла запись а то проговоришь и потом я это делаю одним видео чтобы потом друзья мои нам было легче разместить уже смотреть поэтому технические вот эти переходы моменты где там шнурок тянуть шнур тяну протягивать и не будем воспринимать их болезненно ось что-то как-то камеру криво поставил сейчас проверю нет вроде стоит нормально во вроде нет не знаешь в общем вот так вот поправлю вот так вот вы видите людей на заднем плане заранча как в писании написано в сравнении с гигантами гигантами их строя этими строениями и третья версия ветхого завета принятые что сказано что саму сыны божьи это дети правителей или царственные потомки обожествляемых основателей царского рода но тут и обратный ведь процесс такая штука что у сами правители хотели быть богоподобными подобными богам они наоборот то есть что первично было обожествление правителей их возведения в сан богов или на бы в аналог богов до в продолжателе дело богов или все таки как некоторые вот считаются считают что как раз правители были первыми богами но утверждение спорное я склонен лично считать что все таки они пытались имитировать что тот же карга культ античности у владыку короля солнца например людовика 14 до или например елизавета петровна изображает в образе дианы охотницы богини в россии например эти все карга культ античности которые уже этажи дворцы но проходы окна вся все оформление античное владыки хотели быть как боги а все-таки не на не были богами это другой эта точка зрения распространилась начиная с эпохи возрождения на из наиболее поздних поэтому но мы ее не можем не озвучить я доношу до вас меняет задача навязать мне задача предложить вам палитру я показываю я руинограф я показываю руины не то как я хочу их увидеть а то что просто нахожу а вы дальше делайте выводы я не решаю для себя что хорошо что плохо что нужно пока что не нужно я показываю все вы дальше останавливать 9 на паузу там смотрите фотографии добавлять стать в группу канта в telegram там я выкладываю фотографии он так вот эпоха возрождения основана на исторических аналогиях считается что культ первопредков это наиболее ранняя форма человеческой религии ну например вот смотрите сын ноя и афет у нас интересная вещь это имя и афет в писании ветхом завете и афет у индоарийцев у нас идет джапатти джа и а это уже варианты мы знаем это джафет джапатти и афет джа ф ф ф или филадельфия пишется да я cried drove я хочу пати у индоарийцев настойная сын человека, пережившего потоп дальше у нас идет у древних италийцев а, у финикийцев, конечно, иупад римляне побеждая, победив Карфаген, или точнее, захватив уже руины Карфагена Карфаген тоже уже были людьми которые пришли, как эллины, пришли и нашли вот это величие древнее огромное, и вот они, вот у них иупад, вот это вот они ему поклоняются и этот иупад, вы сами понимаете у италийцев, у римлян становится кем? Правильно, имя откуда название появится, иупад Ю, Ю, Пат Пи, Тер Юпатор, или Юпитер иупадр сначала а потом уже вариант Юпитер, Джупитер Джапати и Афет, одно и то же имя, вот он становится верховным божеством мы подошли, очень рад вы же помните, я рассказывал в лекции отдельной о Геракле, рассказал вам о том, что откуда это имя произошло, даже не имя а прозвище Геракл, так и здесь наверное, вот тут подсяду, у нас камушки теплые достаточно надеюсь, меня видно, друзья и проговорили у ахейцев у нас это иупатор, Юпитер трансформируется в Евпатор Благой Отец, и даже мы знаем что после всеобщей эллинизации, при македонском этот термин стал у нас именно царским термином он титулом, точнее многих народов, царь Митридат четвертый, его носит имя Евпатор, Благой Отец и город Евпаторий рядом с Крымской Евпаторией современной, также назван в честь уже этого имени в честь него ну, в общем, других аналогий подтверждающих точку зрения у нас с вами нет мы рассмотрели три версии сейчас, но это еще не закончание ни в коем случае нам еще есть о чем поговорить об Исполинах сейчас мы немного поменяем локацию попробуем переместиться этот храм в разных видео я уже показал еще буду показывать если не разместил не знаю, когда я размещу сейчас это видео-лекцию так ну, вновь фрагмент технического вайла тут вообще интересно очень место вот где я стою здесь цельная как будто бы скала но я уже тоже объяснял в ней вот есть выборки самые разные как будто бы она как залитая и вот так вот прошло и даже как будто стекло ну, не в смысле стекло а как будто это текло стекало ну, мы продолжаем тем не менее не можем оставить и даже есть еще толкование которое тоже завоевало некоторую популярность уже в последние десятилетия то есть даже современная трактовка есть следует помнить, что разделение библейского текста на главы это уже поздний формат он не делился это для удобства цитирования исследования заучивания в том числе до этого было все объединено очень не делили на главы и этот же самый текст как я сказал к неясным фрагментам Библии книги бытия главы 6 отсутствует какая-либо негативная оценка этих существ появляет только в 5 стихе речь ведется не о насильственном принуждении вот к этим сексуальным связям со стороны сынов божьих и дочерей человеческих а именно о том что они вступали в законные брачные отношения за этой точкой зрения какого-то исторического богословского авторитета нет но она становится тоже популярна и озвучивают в ряде текстов и основаны на анализе самого текста самих фрагментов и сравнительном то что называется сравнительной лингвистики когда сравнивают разные эпохи как это слово трансформировалось из чего переходило вот так даже в учении уже давайте к новому завету что указывается как было во дни ноя Иисус говорит так будет и в пришествии сына человеческого ибо как во дни перед потопом ей лепили женились и выходили замуж до того дня как вошел вновь в ковчег и не думали пока не пришел потоп и не истребил всех так будет и пришествие сына человеческого вот чем важны и писания и различные мифологии они все-таки сохранили память о катастрофах это очень важно друзья потому что мы забываем память вот ситуация вот сложилась в Турции застройщики недобросовестные уже забыли что землетрясения были что это не первое землетрясение и не единственное землетрясение и люди забыли сами и самостроя много было и рухнули к сожалению много недобросовестно построенных домов можно было строить нормально с учетом сейсмоактивности региона таки здесь мы забыли воины мы забыли страшное оружие применяемое мы все забыли мифы мы объявили мифами сказками байками какими-то побасеньками которые надо изучать в начальной школе в пятом классе далее они не представляют никакой исторической ценности забыв все это человечество вновь и вновь и вновь по порочному чудовищному кругу разрушений ошибок катастроф движется если бы в нашем сознании хотя бы чуть-чуть понимание древней катастрофы почему важно это показывать говорить и почему я всегда тычу пальчиком вот видите катастрофу видите признаки катастрофы видите признаки мы не думаем мы уничтожаем виды уничтожаем леса загрязняем все кругом мы вообще не соотносим что наша цивилизация это пленочка это вот полиэтиленчик такой даже не полиэтиленчик какой-то вот крем мажете и он невидимо и вы понимаете как бы что он слегка кожа становится уважненной жирной а крем даже не виден вот наш связи это вот крошки на столе сдуло и незаметно и сдуло уже много раз а мы к сожалению забываем писания же об этом говорят поэтому важно очень эти нам навязали что это сказки а сказка страшилки это закон жанра неверно ужасно неверно и катастрофично уже в ментальном плане катастрофично мы не готовимся мы не понимаем мы не ощущаем не сталкиваемся ну и при этом многие не могут пережить только потому что даже представления не имеют я мое мнение что в школах должен быть курс древних катастроф курс истории который объединен с географией объединен с биологией потому что связано с вымиранием видов целых и объединен с оба же безопасность жизни когда человек бы молодой человек маленький человек уже понимал что были виды как то огромные виды динозавров вымерли и вымерло множество большая часть видов на земле вымерло это кратно много в тысячи раз больше вымерло в десятки в сотни тысяч раз больше вымерло чем уцелело если бы уже со школьной скамьи мы понимали что это факты реально объективно существующей географии биологии антропологии в том числе космоса космогонии космологии всех наших процессов глобальных и даже космических астрономии тогда бы может быть человек ну и понимать что делать если 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 потому что никто не знает когда и где тебя что-то застанет рванул в челябинский метеорит я был там посещаю поездил я по мессипотамии через полгода там например случилось землетрясение ну вообще ящик у меня там не было многие там были и не все знали что делать в первые секунды не все знают как вести себя если ливневые дожди не все понимают ну люди даже не знают что если вдруг вот вода отключилась как добыть воду быстро очень и как ее получить ну ладно мы отступили я такое больше размышлений крик души но нам объявили мифы и мифологию сказками и поэтому и катастрофы объявлены мифологическими войны богов войны богов это все так какие-то байки по басенке развлекаловка для ребятишек непонятно на самом деле ребятишкам а написано это века и в тысячелетия вперед помните потомки мы чудом выжили это может повторяться может случаться давайте дальше почитаем в книге чисел 13 главе где как раз говорится вот я уже озвучил доклад разведчиков которые пришли мы их посылают на землю обетованную проверить все ли там в порядке но он 40 лет почему водил потому что там было не все в порядке ему нужно было войско для того чтобы создать против противостоять населением которое было на этой земле и распускали худую молву о земле которую они осматривали между сынами израилевыми говоря земля которую проходили мы для осмотра есть земля поедающая живых на ней и весь народ который видели мы среди ее это люди великорослые там видели мы и исполинов от исполинского рода мы были в глазах их или вариант другой мы были пред ними как саранча такими же были мы и мы в глазах их видите там на заднем плане люди стоят около колонны ну вот примерно примерно вот такой вот саранчой и ощущали они себя и когда ты ходишь среди этих огромных руин гигантских гигантических гигантических созданных гигантами да титанический циклопический циклопами титанами гигантических гигантами второзаконие посмотрим глава 1 куда мы пойдем братья наши расслабили сердце наше расслабили в данном случае приуныли говоря народ тот более их больше людей и выше нас города там большие и укрепления до небес вот это конечно конечно такие укрепления воспринимались укреплениями до небес в сравнении с мазанками о чем мы говорим и сынов енаковых видели мы там все боялись этих исполинов во второзаконии во второй главе уже говорится прежде жили там эмимы народ великий многочисленный и высокий как сыны енаковы и они считались между рифаимами как сыны моавитяне называют их эмимами опять речь о многочисленных этих исполинов народом многочисленным и великороссовым также во второзаконии только уже в девятой главе сынами енаковыми о которых ты знаешь и слышал кто устоит против сынов енаковых знай же ныне что господь бог твой идет пред тобою как огонь поедающий огонь поедающий огонь съедающий в данном случае опять отсылка к какому-то оружию помните махабхарду помните титономахию мы говорили об этом да да я от я отойду потому что там люди фотографируются а я тут долго заслоняю вот ну давайте собственно говоря мы переместимся уже чтобы не мешать людям мы же не вправе обижаться на тех кто хочет сделать селфи почему бы нет так вот поедай огонь поедающий опять мы говорим об оружии и об уничтожении он будет истреблять и не залагать их пред тобою и ты изгонишь их и погубишь их скоро так говорил тебе господь когда будет изгонять их господь бог твой от лица твоего не говори в сердце твоем что за праведность мою привел меня господь овладеть сей землей и что за нечестие народа всех господь изгоняет их от лица твоего не за праведность твою не говорится что это прям для тебя вот так вот человек это делается не за праведность твою мою и за правоту сердце твоего идешь ты наследовать землю их но за нечестие народа всех господь бог твой изгоняет их от лица твоего и дабы исполнить слово которым клялся господь отцам твоим авраам исаак и иаков но опять древние боги древний вот этот вот древняя сила кого-то изгоняет помните античный бог изгоняет титанов и это вот вновь согласуется с тем как и древние камни нам говорят об этом же размере древних камней строение удивительное и непостижимость отсутствие надписи и прочее опять изгоняет уничтожает вот олимпийцы с титанами сразу приходят к голову кроме того об исполинах говорит книга Иисуса новина в 11 главе в то же время пришел Иисус и поразил Енакимов на горе обратите внимание на горе в Хевроне на горе в Давире в Анаве на всей горе Иудиной и на всей горе Израилевой мы тоже находимся на горе я когда показываю вам и называю наследие титаническим все оно находится на горах в горах и как раз обособлено Яков Иманылыч переводя древние тексты называет их чудо-горами недоступными людям и олимпийским богам и здесь то же самое гора на гора гора остались только в Гази в Гефи и в Азоте опять горы понимаем что это обиталище титанов тех древних исполинов нам непременно нужно узнать смысл книги Бытия шестой главы где мы все-таки прочитаем с вами в то время в то время жили на земле исполины особенно с того времени как сыны божии стали входить к дочерям человеческим каждый раз всплывает эта тема всплывает эта тема всплывает писание нам говорит здесь что исполины и были до ноево потопа и даже умножились то есть выжили после него после вхождения падших ангелов к дочерям человеческим простите чуть немножко неважность вот дает простудка моя немного мне накладывает отпечаток давайте порассуждаем кто такие рефаимы и все-таки переводят всякое и тираны и гиганты и что только не говорят нельзя стать так это я проговорила где у меня ой фрагмент лекции прям пропал сейчас друзья извините пожалуйста так а где же последнее где же последнее а вот да но впоследствии значение слова рефаимы стало именоваться мертвецами сейчас поясню почему сегодня синоним становится другое значение начинает перебратить слово мертвецы в Исаии пишет в своих откровениях в откровении мертвые не оживут рефаимы не встанут потому что ты посетил ты в значении господь посетил их и истребил их и уничтожил всякую память о них действительно титономахия уничтожена истерли с лица просто сознание и с лица все предания титанах ничтожно мало Яков Милыч огромнейший просто мировозначение действа совершил но мы движемся к итогу заметьте то есть мысль какая что оживут творения божии они рожденные в результате уже совокупления падших ангелов и людей не оживут то есть они как бы не творение бога вот такая библейская трактовка когда в Ханан пришли древнееврейские племена Рифаимов уже конечно не было как единого племени эти автохтоны были рассеяны побиты почти уничтожены были только отдельные представители например при пророке Моисея известен был потомок Рифаимов царь Ок царь Вассанский это здесь тоже недалеко за Иорданом а во времена Иисуса Новина Анакимы Хеврона и Филистии это регион так называется Рифаимы Нефилимы Анакимы это все названия синонимичные возможно великаны были особой породой людей которые были высокого роста и жили среди разных племен и там и там и там потому что у разных в разных на разных всех континентах везде есть предания о нефологии о гигантах Ветхий Завет сообщает что Рифаим Рифаимы служили в армии филистимлян великан Гляф убитый Давидом с помощью прощи вспомним его сразу был как раз Рифаимом очевидно последние Рифаимы как и многочисленные их предки отличались не только огромным ростом но и конечно могучей силой одно с другим связано в древности гигантам Рифаимом приписывалось изобретение 12-ти ричной системы счета почему потому что писание нам говорит что у Рифаимов было 6 пальцев рук 6 пальцев 6 пальцев на руках по 6 пальцев на ногах и счет по 6 мы по 5 десятками считаем а там по 12 дюжина до наших пор существует долина Рифаимов расположенная к югу от Иерусалима и остатки древнего сооружения удивительнейшее место ребят кто есть у нас в Израиле пожалуйста съездите снимите видео покажите расскажите очень здорово ну или посмотрите погуглите в интернете впечатляюще так и называется долина Рифаимов к югу от Иерусалима и остатки древнего сооружения называется на то же колесо Рифаимов давно называется так Гильгали Рифаим на еврите звучит находится в районе Гаванских высот 16 км на восток от озера Кенерет но это то самое генесаретское море по которому Иисус ходил по воде согласно Евангелию колесо Рифаимов представляет собой концентрические круги из 42 тысяч базальтовых волнов и такого фракционного щебня базальтового с курганом 4,5 метра высотой в самом центре и то есть сразу вспоминается гора Немрут царь Немрут это Исполин на горе Немрут опять то же самое фракционный фракционный щебень собран вот так вот горой вот эти круги вокруг горы все сразу вспоминается различные лабиринты севера тоже выложенные круги Стаунхенджи вот все это какого-то одного порядка и таких же концентрических кругообразных выложенных камней очень много каменных точнее каменных каких-то это даже не сооружение а обозначение на земле чего-то кто-то обсерватории называет это кто-то ритуальный ну как всегда по-другому кроме ритуальных ничего так вот 4,5 метра высотой наружный круг лучше сказать вал это колеса фаимов имеет диаметр 160 метров и высота около 2 метров вокруг колеса имеется множество дольменов посмотрите удивительное из мест ученые определили что колеса рифаимов относится к 30-му 27-му столетиям то есть это 3200 700 лет назад до нашей а до к 3-му 30-му столетию до нашей эры это 5000 лет назад конечно получается 5-4,5 тысячи лет назад ученые так в центре колеса нашли склеп но его он уже более поздний его отнесли все-таки к более позднему чем само захоронение моложе колеса рифаимов и назначение каменного сооружения до сих пор остается неясным считается что это культовый объект ну у них все ритуальное культовое а никаких сведений о создателей колеса рифаимов не сохранилось спасибо за просмотр друзья мои спасибо за поддержку спасибо за оказанную многими из вас материальную помощь поддержку в наших путешествиях в наших изысканиях потому что это очень важно огромное спасибо моим друзьям Владимиру Сотоварище за то что благодаря Вове они пригласили и дали возможность выступить вот так вот поговорить и достаточно было у меня времени чтобы я смог донести до вас это все я надеюсь лекция не была несколько спутанной потому что тема сложная она такая противоречивая немного немного отвлеченная с одной стороны очень конкретная потому что камни конкретные с одной стороны отвлеченные жду ваших комментариев жду ваших отзывов жду ваших сомнений возражений уточнений дополнений потому что это коллективное осознание коллективная ответственность спасибо друзья так вот на этом фоне удивительном мы с вами сегодня говорили о древних ветхозаветных исполинах рецепт